Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну что, продолжим сегодня насчет нефти, наверное, потому что сегодня как раз очень интересные события произошли. И моя опционная стратегия работает великолепно. Я просто наблюдаю, радуюсь и корректирую немного. Почему не рассказывал? Ну, дело в том, что опционы это очень опасная штука. И есть опасения, что многие просто рванут туда и начнут просто, ну, не разобравшись делать. Очень опасна эта штука на самом деле, потому что можно очень много потерять. И я вначале терял, честно говоря. Но сейчас вот прямо, когда разобрался, все прекрасно. Давайте посмотрим на график вот сейчас нефти, что произошло сегодня. Вообще просто вот классика. Посмотрите, вот сейчас вы видите часовой график нефти. И смотрите, ну, когда пошли слухи о коронавирусе, значит, там все на страхах начала нефть падать. И я открыл опционную стратегию. Ну, на самом деле, я об этом рассказывал. Я там двигал эти вот свои опционы, путы, колы потихонечку. И додвигался. Значит, смотрите, у меня была подстелена как бы соломка. Вот там ниже еще, на 50, на уровне 50 долларов за баррель, у меня было куплено 50 опционов, на опционов пут. Куплено. И они куплены были за копейки. Скоро мы это увидим. Ну, и чем ниже падает, тем больше эти самые опционы растут в цене. Это была как бы соломка. А в это время я, когда считал, что, ну, вот она вот где-то здесь должна там перестать падать, я продавал эти самые опционы на центральном страйке, тем самым получая, ну, возможности, вероятность доходности. То есть, когда я продаю опцион на центральном страйке, скажем, за полтора доллара, это реально, так сказать, там, или 1,2, то я получаю фору на падение этой нефти на полтора или 1,2 доллара вниз. То есть, если она даже падает вниз на полтора доллара, то я все еще в плюсе при этой позиции. Ну, и при этом, а если он начинает падать ниже, то я ухожу в неограниченные убытки. Вот чем опасно. Но, чем ниже она падает, тем больше начинает расти вот та самая соломка, которая на 50 долларах, и которая с избытком взята. Вот, и аналогичная соломка у меня на случай войны в Персидском заливе, которая по-прежнему не исключена, на уровне 64 доллара за баррель. И все вот это вот так великолепно работает. Да, я сначала продавал опционный ПУД на 56, и у меня был запас до 55, там что-то. Вот, я их потом выкупал, двигал, продавал судорожно. И текущая ситуация. Ну, вот посмотрите, вот нефть упала буквально до 53, до 53. И у меня, я уже говорил, 50 опционов на уровне 50 куплено. Опционов ПУД это вот, как бы, там уже, ну, близко к пределу. Давайте посмотрим, почему 50. Ну, вот оно 50, вот он уровень в 50, сейчас недельный. Вот, то есть, смотрите, я говорил, что если он пробьет вот эту поддержку или там сопротивление, то он пойдет ниже, и куда он может пойти ниже? До 50. Вот, ну, поэтому на 50 я и приобрел вот эту вот страховочку, как бы, на 50. И здесь потихонечку я сдвигал проданные опционы ПУД. Но потом на 53 она перестала падать, и у меня на этот момент, сейчас я покажу, у меня на этот момент 80 проданных опционов ПУД со страйком 53. И потом, когда она начала расти, я еще продал с 54 страйком 10 штук. Ну, это, на самом деле, немножечко сумасшествие, конечно, с перебором. Я страховался там фьючерсами, об этом рассказывать трудно, вот, ну, как бы, для тех, кто не понимает. То есть, я страховал свою прибыль от падения, но все обходилось. Короче говоря, вот, за эти дни, периоды роста, у меня каждый день прибавлялось по вариационной марже, там, тысяч 15-18 к счету. Вот, реально просто я вижу и радуюсь, то есть, вся моя теория работает. Вот, но сегодня, да, я каждый день смотрю, просто с утра новости, и смотрю, думаю, ну, когда же она начнет падать. И когда начнет падать, понятно, что надо продавать опционы кол. Вот, и посмотрите, ну, вот, великолепно просто, вот, смотрите, вот вершина. Раз, два, три, четыре. Ну, и вот здесь, вот, он доходит до 56, там, с половиной примерно. И уровень сопротивления. Смотрите, что оказывается. Оказывается, да, там весь ажиотаж, все прекрасно, индексы растут. Вот он, S&P 500 растет. Ну, как бы, что, ажиотаж не может быть вечным, и счастье не может быть вечным. И начинает нефть падать. Почему она начинает падать? Ну, те же самые китайцы говорят, слушайте, ну, были подозрения, на самом деле, о том, что китайцы немножечко привирают насчет количества зараженных, и что они скрывают настоящие масштабы. Но вот смертность, которая идет от этого коронавируса, ее скрыть намного сложнее. Поэтому она есть. И вроде бы получается, что, ну, как бы, если посчитать количество, ну, смертность на количество зараженных, то получается слишком большие цифры, и слишком опасный вирус получается. Это не совсем так. И китайцы вчера, значит, опубликовали, или сегодня, говорят, а мы решили изменить технологию обнаружения вируса. Та-да-да-да-да-н. И методику обнаружения, диагностики, ну, методику диагностики. И по новой методике сразу количество зараженных увеличилось в полтора раза только в провинции Ухань. И сразу та-да-да-да-нс. Слишком оптимизм был преждевременный. И тут же, значит, все индексы начинают валиться. Вот он, S&P 500 начинает валиться. Вот он. И нефть начинает валиться тут же. Полный коллапс, значит, продолжается. Вот. Ну, что, у меня, вы видели, опциончики. 53-й пут, 80 штук, 54-й пут, 10 штук. Куда она обвалилась? Текущее значение 55-16. Если она останется на этом уровне, то вот эти вот опционы 80-е мне принесут, ну, зафиксируется прибыль. Страшно сказать, какая. Вот. Там вроде полторы тысячи долларов. Ну, около тысячи. Ну, и 10 штук еще тоже принесет. Сейчас мы увидим, сколько. Вот, как бы, такая штука. Ну, и когда она начала падать на 56-ти, посмотрите, 56-е колы я тоже начал продавать уже. И у меня дальше 58-е колы, 45 штук. Я по-прежнему жду, что она поднимется до 25-го февраля до 58-ми долларов за баррель. И это сыграет. Дальше у меня идут 60-е колы. Один всего. 61-й один. И дальше соломка. Это вообще на случай войны в Персидском заливе, когда нефть должна взлететь. 64-65. Здесь 300 колов. Купленные, ну, как я тогда думал, за бесценок. Потому что это было в самом начале, когда я еще две недели назад покупал. Я их купил. И здесь минус 100. Дело в том, что я хотел покупать, я хотел купить колл-спред на дальних рубежах. И я хотел, чтобы он обошелся мне вообще бесплатно. То есть я купил 300 колов. И я подумал, сейчас он немножечко поднимется, и я продам 300 колов 65-ых. И, соответственно, вот эта вот позиция, 300 минус 300, мне окажется бесплатной. Этого не случилось. К сожалению, нефть стала падать. И мне не удалось продать 300 колов. Ждем. Вот. То есть вот здесь в плюс идет только 100 колов, которые куплены, которые проданы дешево. Ну, а эти 300 куплены, естественно, дороже. Для тех, кто понимает. То есть вот это вот, вот это вот у меня незаконченный колл-спред. Бычий. Все остальное, ну, это вот текущая позиция. Я ее управляю. Ну, и давайте уже до конца, так сказать, я покажу, как все это выглядит. Смотрите. Вот такая ситуация. Я распечатал отчет брокерский. Смотрите. Вот та самая соломка. Ну, она не такая уж и мягкая, на самом деле. По 0,18. По 0,18 доллара за каждый баррель. На страйке 50. Было куплено у меня 50 опционов. Это не дешево. Но при этом продано опционов 80. По цене 1,5 доллара. За каждый баррель. И они станут моими, если цена не упадет ниже, чем соответствующий страйк. А страйк у нас 53. То есть, получается, 80 опционов. Каждый опцион на 10 баррелей – это 800. Умножаем на 1,5. Равно 1200 долларов. Окажутся моими, если нефть не упадет ниже 53. Следующая позиция – минус 10. Если нефть не упадет ниже, чем 54, то моими окажутся еще 134 доллара. И вот сегодня я продал 15 колов. Если нефть окажется в промежутке между 54 и 56, то есть в диапазоне вот в этом 2 доллара, то я получу еще, ну, где-то еще 150 долларов за вот эту проданную позицию. Ну, а вот эти вот колы купленные, они обнулятся. Если оно пойдет вверх, то вот эти вот очень сильно вырастут. Вот. И вот этот один вырастет сильно, и вот этот, и вот эти. Вот эти у меня куплены 300 штук, как я говорил, по 0,2 доллара за каждый баррель. Ну, если бабахнет этот черный лебедь, то, в общем, вот это вот вырастет бешено. Тут совсем запредельные будут деньги. Совсем запредельные. То есть вот такая позиция, такая как бы ситуация у меня. И получается, что в любом случае я пока в прибыли, я только сижу и радуюсь, и просто молюсь, чтобы нефть оказалась именно вот в том диапазоне, в котором она сейчас торгуется. То есть между 56 в данном моменте и 54. Вот в этом диапазоне, если окажется, то у меня будет прибыль большая. Если она уйдет вверх, прибыль будет только увеличиваться. Ну, и в заключении могу показать вам стратегию. Вот она. Вот такая ситуация. То есть смотрите, здесь на абсолютные величины можно не смотреть, потому что они не соответствуют. Здесь премии не внесены. Но вот она, пожалуйста. Если цена до... Буквально до 53 опускается, то я в хорошем плюсе. То есть вот здесь вот с 54 до 53, видите, там небольшое уменьшение прибыли, скажем так. Ну, оно крайне небольшое. То есть до 53. Все шикарно. Больше, смотрите, больше, чем 50... Ну вот, на 58 у меня будет... Это тех... Будет небольшой спад. Но опять же, посмотрите. Если красная линия, то тут вообще все вверх. То есть если это быстро произойдет, то это все вверх. Если будет колебаться, ну да, здесь и закроется в районе 58. Ну, в общем, так сказать, будет некий минус. Вот. Но зато потом, если она увеличится до 64 и дальше, ну, дальше тузымун. Это понятно. Ну и, соответственно, если она упадет ниже 50, то тоже понятно, куда мы полетим. Но я считаю, что вот эти вот две линии, одна у меня стоит на 50 долларов за баррель, вторая стоит на 64. Я думаю, что она останется вот в этом диапазоне, и все будет шикарно. Ну, еще я могу сказать, что про опционы, что продолжается еще запись на мой курс по опционам, о том, как торговать. И оказалось все неожиданно как-то вот, ну, для меня. Наверное, я цену очень низкую поставил. Вот в чем дело. Записывается очень много людей. Уже записалось больше там 50, там, по-моему, около 60 человек. И у меня стоит вопрос о том, как я буду организовывать вебинарные комнаты. Уже вовсю у меня стоит вопрос учета. Я это все организовываю. И сейчас я очень внимательно, ну, готовлю программу курса. И эта программа немножечко меняется. Она все расширяется и расширяется. Сначала я хотел рассказать, ну, начать просто с опционов. Потом думаю, нет, надо все-таки. Я помню, что очень большие трудности вызывает, ну, например, опцион PUT, просто понять, так сказать, ну, а так как у меня для чайника все рассчитано, то я буду буквально гвоздями вгонять в голову о том, что же такое опцион PUT, и что это вовсе не продажа, что, ну, как бы, можно покупать его, можно продавать, в чем разница и так далее. Вот, там будет много разных разделов, но потом я смотрю, думаю, так, мне говорят о фьючерсе. Действительно, без фьючерсов-то не обойтись. И я думаю, так, ну, хорошо, фьючерсы. А потом я подумал, но ведь, ну, вот и Олег мне, Кураков, говорит, что, Юра, авариационная маржа, ИГО будет, друзья мои. И когда я вот начал углубляться, я понял, что, а на самом-то деле, вот это главное, и именно с этого надо начинать, потому что срочный рынок, он вообще другой, и поэтому начинать я буду как раз именно с срочного рынка, чем он отличается от фондового. Там отличия кардинальные и с понятиями только о фондовом рынке, о том, как учитываются акции на срочном рынке, но вы будете просто потеряны, на самом деле. Так же, как был потерян я. Поэтому вот начну все-таки с организации срочного рынка кардинальных отличий, что такое фьючерсы, о том, что значит вот эти вот графики, почему они такие странные. Ну, и постепенно уже буду потом уже объяснять, что такое пут и кол, придумываю всякие задачки для того, чтобы активировать ваше сознание, ваше мышление, и это будет. И напоминаю, что до 15-го числа еще цена пока не повышается, потом она будет повышена. Записано уже какое-то колоссальное число людей, но, к счастью, скорее всего, далеко не все будут приходить на живые занятия. Большинство, многие, по крайней мере, хотят смотреть в записи, и это правильно, и это хорошо и для меня, и для вас. Потому что оптимальное количество на самом деле на вебинаре это человек 10-12, ну 20. Просто дальше уже начинаешь отвлекаться на всякие штуки. Вот, но, тем не менее, цена пока еще феноменально низкая. Можно записаться. Где записаться? Да вон там, ссылочка demetkov.com, либо там, как обычно, значочек И. Вот, стратегия работает. Я практически во всем разобрался и могу вас заверить, что курс будет максимально доступный. Может быть, будет небольшая, ну, как бы, микс в подаче материала, ну, поэтому он и дешевый. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. До встречи. Лайк поставьте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok